Добрый день. В современном мире все события пытаются записывать. В случае с конференцией это на самом деле не опция, а необходимость. И в данном докладе я хотел бы поделиться опытом и описать свою конфигурацию для трансляции. Постоянные участники... О, спасибо. Конференции знают, что доклады можно найти на сайте 0x1.tv и видели оптимальный формат. Это захват слайдов, крупным планом докладчик, звук с микрофона, напрямую, не через динамики, и реакция аудитории. Вариант отличный, но требует кучу оборудования и времени на монтаж. Теперь давайте представим, что это нужно повторить для трансляции. То есть все тоже, все те же источники, но соединить в одно место. В реальном времени обработать, передать уже куда-нибудь на площадку. В данном случае передается сразу и на YouTube, и ВКонтакте. Сделано это через Zanjinx с надстройкой для поддержки RTMP. То есть я со своей стрим-машины гоню на сервак с Zanjinx. Он, в свою очередь, гонит на YouTube ВКонтакте. В качестве бонуса может записывать локально. Иногда это полезно, делай бэкап бэкапа. И еще можно к нему подключиться к каким-нибудь плеерам типа VLC и смотреть с минимальной задержкой, во-первых. А во-вторых, без перекодирования. YouTube в любом случае принудительно перекодирует это все дело. И может зашикалить картинку. Для сведения картинки есть отличный инструмент. Это OBS Studio. Продукт настолько хорош, что для его описания не то, что моего времени доклада не хватит, а вообще всего оставшегося дня. Кроме самой трансляции, он позволяет упростить и оффлайн-составляющие мероприятия. Думаю, вы все заметили, что ноутбук напрямую не подключен к проектору. Какие-то бонусы дает. Можно что-то скрыть от глаз, например, как человек копается на флешке, ищет слайды. Тратить свое время доклада, такой иногда случается. Либо выводить сообщение из чатика на YouTube, что буквально только что было. Достаточно полезная функция. Почему именно захват экрана, думаю, всем понятно. Снимать проектор — это плохо, потому что камера думает, что она слишком умная. На самом деле это не так. Она может все испортить. Автоматическая регулировка экспозиции, там баланса белого и прочее. Почему именно аппаратный захват? Это на самом деле актуально больше для технических конференций. Здесь пока что хорошо еще не использовалась такая возможность. Но некоторые докладчики хотят выступать со своим ноутбуком. Им нужно запустить какой-то софт, который будет сложно долго поднимать на нашем железе. То есть на железе, который предоставляет площадка. А аппаратный захват это позволяет сделать. То есть нет привязки к какому-то конкретному предварительно настроенному оборудованию. Подбор оборудования раньше был проблемой, серьезной проблемой, потому что был доступен только профессиональный сегмент, а он, во-первых, привязан к операционке Windows, Mac, OS. Во-вторых, он привязан очень жестко, привязан к софту. За пределами условного Adobe Premiere получить доступ к картинке вообще было нереально. Сейчас ситуация гораздо лучше, как и в верхнем условном ценовом сегменте, так и в наборе юного блогера. Из топовых решений, которые спокойно работают под Linux, это продукция компании Majival. Да, возможностей работы под виндой у драйвера гораздо больше, но сама поддержка в любом случае радует. Там, правда, не на самых последних версиях ядра оно может запуститься. Не помню, в каком момент сломалась поддержка, немного, но вроде как занимаются этим вопросом. И есть второй вариант, как раз из набора юного блогера, стоимостью в смешные 10 долларов, который прикидывается обычной веб-камерой. То есть это HDMI, USB-захват, который прикидывается обычной веб и работает везде. Эксперименты радио сегодня его подоткнул на стенде Эльбрус. Ожидаемо оно заработало, прям сразу без каких-либо приколов. Итак, вроде бы процесс отлажен, все работает, и тут врывается 2020. Врывается со своим ковидом, и конференции сначала отменяются, потом переходят в онлайн, постепенно пытаются возвращаться в оффлайн формат, но некоторые докладчики привыкли, что можно не ехать никуда, можно из дома докладываться. Не спорю, есть ситуации, когда это оправдано, но не всегда это оправдано. А технический персонал, который обслуживает конференцию, испытывает при этом легкий дискомфорт. Почему дискомфорт? Вот поэтому. Нужно, значит, демонстрацию экрана удаленного докладчика вывести на проектор, его лицо при наличии вывести на телевизор, звук вывести на колонки, звук с микрофонов в аудитории вывести ему. И это все еще копию подать на трансляцию на YouTube. То есть коммутация вообще просто дикая. Этот процесс надо каким-то образом оптимизировать, ускорить переход между онлайн и оффлайн и обратно. Позволило это сделать технологией NDI. Это передача по гигабитному эзернету видеопотока с малой задержкой. В качестве потоков здесь выступает захват ноутбука докладчика, демонстрация удаленщика, камера удаленщика, еще куча дополнительных потоков бонусом вроде таймера, который сейчас на телевизоре отображается. И используя программу Monitor, которая в полноэкранном режиме на проекторе на телевизоре работает, можно выбирать, какой из этих потоков сейчас в данный момент отображать. То есть управлять этим можно просто из HTML-странички, как раз на слайдах она размещена. Так, перед докладом я, кстати, посмотрел, сколько трафика нагенерировалось на порту у стрим-машины. Там уже 3 терабайта накопилось с начала конференции. Забавно. Что там по лицензиям? Ну, так-то это немножко проприетарщина. Разработчики NDI, компания NewTag, выпускают SDK под Windows, Linux и MacOS. Но есть Leap&Di. По-моему, его разработали ребята те же, что разрабатывают VLC. Оно не умеет всего, что имеет проприетарное решение. То есть какие-то базовые вещи, но их более чем достаточно. Нет поддержки современного кодека, который 4K 60fps жмет очень эффективно, что оно спокойно, с малой задержкой влезает, допустим, в Fast Ethernet. Это и не надо в данном контексте. За поддержку в OBS Studio отвечает плагин, доступный на GitHub. Он позволяет получать NDI потоки, использовать их как источники, генерировать эти потоки из любого уже доступного источника. То есть я беру какой-нибудь аппаратный захват и его перегоняю в сетевой поток. Этот функционал проверялся на Kubuntu с Leap&Di, работает вполне себе стабильно. До сборки из исходников пока руки не дошли, но надо бы, потому что там есть один неприятный баг, связанный с работой фильтров, который очень сильно как раз проявляется на удаленных докладах. Когда у нас удаленщики в основном работают за ноутбуками, они могут сделать квадратные слайды и демонстрировать весь экран. Получается две полосы слева-справа. Когда я это вывожу на квадратный проектор, образуются еще полосы сверху-снизу. Получается, итоговая картинка очень сильно уменьшается. Вот с этим как раз баг и связан. Остается открытым вопрос, как загнать этих удаленщиков в виде потоков, с которыми очень удобно оперировать. Данным функционалом пока только коммерческие решения Zoom и Skype обладают. Причем Zoom сделал очень колхозно и еще и за дополнительную денежку, но не об этом. Здесь мы используем BigBlueButton, которому, к сожалению, красивого решения придумать не получилось. Приходится подключаться несколькими экземплярами. Один для получения демонстрации, один для коммутации аудиопотоков в обе стороны. И при наличии камеры приходится еще подключать третий экземпляр, потому что по-другому не догадался, как сделать. Теперь немножко про улучшение железа. Задача упростить процесс слежения за докладчиком, потому что докладчик может перемещаться по сцене. Держать камеру около себя в конце зала в принципе можно, но это не очень комфортно, потому что люди иногда ходят, ходят прямо перед камерой и закрывают обзор. Отодвинуть ее подальше — это, соответственно, дежурить около нее. Дежурить нужно около микшера, если вдруг микрофоны заведутся. Поэтому решение поставить камеру на поворотную платформу. Достаем 3D-принтер, достаем Arduino, достаем OpenSCAD, в котором можно генерировать правильных шестеренок. И все это собираем в кучу. Аппаратно все готово, надо что-то думать с прошивкой. Чем отличается моторизированная голова штатива от ЧПУ станка? Да, в принципе, ничем. В обоих случаях это шаговый двигатель, перемещение по координатам и плавный разгон, плавное торможение. Потому что камера, как видите, тяжелая, в середине зала стоит. Ну, значит, можно взять прошивку от ЧПУ станка, почему бы и нет. Оно работать будет. И управлять можно стандартными G-кодами. Но одних поворотов и наклонных на самом деле мало. Хочется еще управлять оптикой. Конкретно в моем случае камера имеет порт под проводной пульт с цифровым управлением, где как раз-таки есть команды под управление зумом. Единственное, что добавлять поддержку этого протокола в прошивку от ЧПУ станка это достаточно сложно. Не стал с этим заморачиваться, потому что там ведущая является камера, посылает пакеты, и иногда можно попискивать, давать команды в обратную сторону. Поэтому проще выделить отдельный микроконтроллер под это дело, который будет заниматься только общением с камерой. И посылать ему команды, например, с шим-сигналом. На слайде на самом деле не просто так изображена фреза. Единственный источник шим-сигнала в плате ЧПУ станка это скорость вращения шпинделя. Так что скорость вращения шпинделя управляется зумом этой камеры. Как бы вы скажете, что это костыли, я даже не буду пытаться это отрицать. Думаю, сразу зададут вопрос про камеры наблюдения с поворотным механизмом, который самый обычный для систем безопасности. За день до начала конференции я такую камеру поставил в тестовом режиме. Вот она над доской висит. Но только для съемки аудитории, потому что она имеет фиксированный зум, что для докладчика не очень-то удобно. На самом деле все эти камеры практически имеют один серьезный недостаток. Это задержка сетевая. Ну и плюс вообще сама сеть, потому что кадр может рассыпаться в случае чего там вдруг. Не знаю, коммутатор глюканул, кадр рассыпался, еще потом может задержка накопиться, если неправильно сконфигурировать это все дело. Это особенно чувствуется как раз-таки на съемке докладчика, который почти всегда в кадре. Но на аудитории оно не настолько критично. Поэтому для докладчика оптимальным вариантом все еще является камера, подключенная по HDMI. Вторая проблема связана с управлением поворотным механизмом. Там интерфейс очень кривой, почти на всех устройствах. Вроде бы есть стандарт, но почему-то все поддерживают только какие-то базовые функции. О чем тут вообще можно говорить, если камеры до сих пор настраиваются исключительно через Internet Explorer с ActiveX? Это правда. Вот эта камера настраивается только через E. Это вот так вот живем, к сожалению. Как это еще можно улучшить? Чего не хватает? Ну, изначально я хотел написать, что надо больше камер с повороткой, но компактнее, чем вот это решение в центре зала. Но, как показал первый день конференции, готовое решение с IP-камерами жить можно. Особенно, когда у нее в данном случае оказалась она двуглазая. То есть один общий вид, второй глаз с большим зумом. То есть получается нормальная картинка именно с той позиции. То есть на готовых решениях жить можно. По поводу удобства управления, то, что все они умеют только какие-то базовые функции, еще и тормознутые. С этим надо что-то делать. В принципе, в качестве варианта можно попытаться поковырять открытую прошивку для камер, но там есть ограничения, она только на определенном железе запускается. То есть жесткая привязка к конкретному чипу. Ну и полуавтоматическое слежение на OpenCV. Сделать это, в принципе, можно через фильтры OBS по двум причинам. Первая причина — это то, что устройство захвата приложения только одно может использовать в большинстве случаев, то есть в монопольном режиме. И если это реализовать через фильтр, можно OpenCV, чтобы знал, в каком месте кадра нужно располагать человека. То есть что сейчас видно на трансляции. Ну вот с этими драготками, в принципе, оператору можно взять кружечку кофе и наслаждаться докладом. Правда, это только для блока вопросов. На этом у меня все. Спасибо большое. Ну зато мы теперь про это мероприятие все знаем изнутри, как устроено. Доклад здорового человека и доклад удаленщика. Пожалуйста, вопросы. Все так внутри себя осознали этого действия, поэтому… Так, сейчас вырубим лишнее. Так, вопрос-таки появился? Появился, появился. Да, есть вопрос. Я, может, просто прослушал немного. Сейчас вот эта большая камера в центре зала, она использует OpenCV для автофокуса? Пока что нет. Нет, для автофокуса это реализовано в самой камере. Нет, я не автофокус умел. Автонаведение нет, еще не реализовано. То есть я проводил эксперименты, там как раз в слайде было перед последним, что как фильтр OpenCV к ОБСу прикрутить можно. Правда тогда я утечку памяти допустил, она выжрала все 32 гига ОЗУ и зависла. Но на уровне идеи это работает. Ясно, спасибо. Успехов. Насколько все это хозяйство… Я понимаю, что все это хозяйство очень сильно завязано на всякую аппаратную конкретику и инфраструктурную конкретику. Толь же, насколько это хозяйство отторжимо от вашей головы и ваших рук. То есть если кто-то захочет… Повторить? Да, воспроизвести. На самом деле ничего в этом сложного нет. Ну смотрите, очень хочется каких-то хотя бы методичек. Ставите кто-то, подкручивайте здесь, не забудьте попинать. Я на самом деле планирую, в книжечку нельзя было большую статью положить. Планирую это все сделать. То есть изначально я посылал вообще тезисы там, больше 10 тысяч символов со словами. Я понимаю, что много, но если вдруг будет интересно, можно попытаться… Я обычно просто ссылку кладу. Так, вот есть что-то на хабре, но это не оно, да? Там оно появится. Вот, вот. Короче, мы ждем вашей публикации на хабре, правильно понял? Да, с подробным описанием. То есть единственное, с чем действительно сложно, это заставить айпишные камеры работать с минимальной задержкой. Остальное все… Да, 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 потому что там приходится использовать же стример. Оно работает. Вот я экспериментировал в ночь перед первым днем форума, конференции точнее, часа в два ночи так и смог это победить. На двух ноутбуках работает хорошо, прям идеально, я бы сказал. На одном компьютере стабильно. Стабильно падает все время. Ну понятно. Почему выяснить, к сожалению, времени не хватило? Вот это вот единственное из проблемных мест на данный момент. Потому что стандартными средствами хватать RTMP поток, это секунда-полторы задержка. Это во-первых. Во-вторых, оно еще и накапливается. То есть со временем задержка увеличивается. Через же стример можно включить фреймдроп для синхронизации. И там получается уже что-то в районе 400 миллисекунд, что вполне приемлемо. Ну реально я не замерял. Ну в общем, ответ «Ждите моей статьи на Хабаре» это лучше, чем ответ «Нет». Но все равно как-то надо поймать. Нет, писать это в любом случае надо. И надо поэкспериментировать больше со сборкой из исходников. Может что-то станет хорошо. Такой вопрос. А можно ли упростить автонаведение камеры на докладчика? Если вот докладчик вешает на себя все равно микрофон и наушники, может быть на докладчика можно какую-то метку вешать? Визуальную, радио, или что-то еще, что позволит? Типа отслеживать по акселерометру его передвижения? Я не знаю, как. Я просто спрашиваю, обязательно ли OpenCV. Может быть, есть более простое решение, если можно дать что-то самому докладчику. Какую-то метку. Радио-метку, визуальную метку. Мне кажется, нет. Мне кажется, это будет слишком сложно в реализации. Ну, по крайней мере, пока понимания нет. Может быть тот же OpenCV, но опять же с меткой какой-нибудь. Как это поможет в случае, когда докладчик смотрит не в аудиторию, а на слайды, что он показывает? Кстати, частый случай. А если у него инфракрасная лампочка мигает? Ну, можно, в принципе, ободочек сделать. Нет, не ободочек. Нет, на самом деле можно подумать, какую-то штуку на него подвесить. В общем, я к тому, что можно же еще не только со стороны… А можно сделать, кстати, резистивный пол. Резистивный чайк-скрин. Это прикольно. Что-то прощать надо. Ритм гейм слаженный кидать. У меня еще две минуты, если что. Что, извините? Оу. И сразу компьютерную томографию сделать. Клуб пятышком поставить. Ну, это Тризовская дальше у вас задача пошла. Вы можете ее как раз собраться и все обсудить. Вопросы, как я понимаю, закончились. Сергей, спасибо большое. Возвращайся на свой пост важный очень. par-местивный чайк-скринь. Продолжение следует...